МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Обнинск ТВ Новости. В студии Дарья Человекова. Ильхам Нигматуллин. Сегодня в выпуске. Стихотворный марафон. Акцию «Калужане о победе», идея которой принадлежит нашей коллеге, члену молодежного правительства Екатерине Замахиной, уже поддержали представители Госдумы и Законодательного собрания области. Без медицинских книжек, но с тараканами, как пекут свежих хлебушек в Балабанове. Шедевры «Пиранези». В Обнинске открылась выставка работы итальянского афортиста 18 века Джамбатиста Пиранези. А теперь подробнее об этих и других событиях города и региона. Чуть больше недели назад в социальных сетях стартовала акция «Калужане о победе», которую ее организаторы, члены молодежного правительства Калужской области, посвятили 72-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Основная идея напомнить землякам о событиях 1941-1945 годов, а также популяризировать стихи калужских авторов, писавших о войне. Инициаторы первыми опубликовали короткие видеоролики, где они читают произведения, посвященные Великой Победе. Кто еще присоединился к акции, расскажет ее автор Екатерина Замахина. На первых видео, которые появились в сети, звучат стихи Николая Полунина, Александра Авдонина, Алексея Золотина и других калужских поэтов. При этом к участию в акции организаторы пригласили и жителей региона, чьи любимые стихи о Великой Отечественной войне принадлежат не только калужским авторам. В Обнинске эту инициативу активно поддержали с самых первых дней. Стихи местного поэта Эдуарда Карпухина прочитал глава городской администрации Владислав Шапша. В социальной сети ВКонтакте этот видеоролик уже набрал 10 тысяч просмотров. «Велик резон. Мы прем против рожена. Уже не привыкать и честь по чести. Мы одного полку. Мы ополченцы. Ведь каждый снаряжен, когда война». Председатель Обнинского городского собрания Владимир Викулин для участия в акции выбрал стихотворение калужского поэта-фронтовика Ивана Богданова, а депутат городского парламента Евгений Халецкий – российского поэта Александра Твардовского. В соцсетях появилась и запись, на которой стихи калужанина Анатолия Кухтинова читает депутат Законодательного собрания области Анатолий Сотников. А представитель нашего региона в Государственной думе Геннадий Скляр прочитал произведение калужского поэта и журналиста Алексея Золотина. «Сто тысяч жизней в счет того сражения, что в сообщениях Софтинфорбюро звалось боями местного значения. Я знаю, что закон войны суров. И все ж, сто тысяч за один пригорок. Да как же он не будет сердцу дорог? А сколько по стране таких холмов?» Главный редактор областной газеты «Весть» Юрий Расторгуев также поддержал инициативу молодежи. На опубликованном видео звучит стихотворение Семена Гудзенко. При этом на сайте издания уже появился раздел «Калужане о победе», который будет пополняться лучшими видео, опубликованными в рамках этого проекта. Техническую поддержку акции оказывает телекомпания «Обнинск ТВ». Стихи калужских поэтов о Великой Победе исполнили и юные репортеры Обнинского центра молодежной журналистики. В числе чтецов также выступили воспитанники детских садов, учащиеся школы, студенты из разных городов региона. Акция продолжится до 22 июня. Екатерина Замахина, Евгений Соколов, Сергей Мокрецов и Алексей Резвых. Обнинск ТВ. На днях в редакцию обратилась бывшая сотрудница Балабановской пекарни. В течение нескольких месяцев горожанка пытается достучаться до руководства организации и получить причитающуюся ей зарплату, однако пока что безрезультатно. Поделилась женщина и впечатлениями от состояния самого предприятия. Год назад Ангелина Аристархова устроилась на работу в Балабановскую пекарню. Правда, без оформления по трудовому договору. Мы работали три через три. График у нас был смены. И зарплату я получала каждую смену 2-3 тысячи, когда сколько руководство разрешало. В данный момент, после того, как я ушла, задолженность передо мной составляла 10 тысяч. 5 тысяч я уже как бы мольбами выпросила. Мне дали сразу, с первого раза, как только я приезжала. В данный момент задолженность составляет 5 тысяч. Со слов жительницы, предприниматель задерживает зарплату практически всем работникам. Трудно добиться от него отпускных и больничных выплат. К тому же, многие работают здесь не только без официального оформления, но даже без санитарных книжек. А состояние производственных помещений и оборудования пекарни, по мнению уволившейся сотрудницы, не соответствует санитарным нормам. Медкнижек у тех, кто печет хлеб, нет в наличии медкнижек. И состояние оборудования оставляет желать лучшего. Я неоднократно обращалась и говорила. Непосредственно в моем кабинете лазили тараканы. И когда я обратила внимание руководства на это, мне Роман Юрьевич, директор пекарни, рассмеялся в ответ. Мы встретились с руководителем предприятия, но предприниматель не ответил на вопросы бывшей сотрудницы и даже пытался ей угрожать. Вы всегда получали вовремя, а еще и вперед. Так что какие проблемы? Я проблем не вижу. Мы никогда не получали вовремя и вперед. Вы? Вперед никогда. Всегда вовремя. Какие проблемы? Я не знаю, о чем все вообще разговоры. Гад Россия же к вашему руководству. Хорошо? Да, ради Бога. Расскажу про вас кое-что интересное. Ангелина Аристархова в очередной раз позвонила бухгалтеру в надежде узнать, когда можно будет получить зарплату. Однако на звонок так никто и не ответил. Ну она и не берет. Как она не брала, так она не берет трубку. Вот и все. А больница недоступна. Вот так. Как оказалось, частный конфликт выявил проблемы, имеющие значение для всего городского сообщества. Ведь хлеб, испеченный здесь сотрудниками, не проходившими медицинский осмотр, без соблюдения и других санитарных требований, поставляется в школы и детские сады. Поступает на прилавки магазинов. Но зайти и посмотреть, в каких условиях готовится хлебобулочная продукция, нам так и не удалось. В любом садике тараканов больше, чем у нас. Мы от садика завезли. То есть так, честно говоря. У нас гораздо меньше. Где мы там думаем? А это скандалисты. Мне не интересно. Ну на уровне школы. Я просто офицер запасный. Я с детьми не боюсь. То есть я могу придавить ее завтра очень сильно. Начальник скажу ее и все. Ну так и будет плохо. Мы надеемся, что уже в ближайшее время ответственные лица проведут проверку предприятия. Евгения Бородалик, Алексей Резвый, Хобнинск ТВ, Балабанова. О событиях, вошедших в хронику происшествий последних суток, расскажем в следующем сюжете. Утро минувшей среды 3 апреля началось с небольшого дорожно-транспортного происшествия на улице Курчатова. В 8.40 водитель за рулем грузовичка Hyundai, выезжая задним ходом, не заметил стоящий позади Рено и допустил столкновение. По словам водителя, причиной происшествия стало ослепившее его солнце. Оба транспорта получили несущественные повреждения. В полдень за помощью к стражам порядка обратились сотрудники телевизионно-коммуникационной компании города Обнинска. При проведении осмотра технического состояния оборудования, установленного на улице Московской, было обнаружено повреждение. По словам представителей компании, неделю назад была осуществлена проверка на данном участке, и никаких поломок замечено не было. А утром этого дня заметили, что металлический столб кто-то погнул. Кто и с какой целью, пока неизвестно. В очередной раз специалистам придется проводить восстановительные работы. Ближе к вечеру на улице Московской произошло сразу две аварии. Владелец Митсубиси, двигавшийся по направлению к городу, поздно заметил образовавшуюся пробку и врезался в Рено, стоящий последним в потоке. Люди не пострадали, а на момент съемок водитель Митсубиси уже убрал свою машину. Буквально через 10 минут на этом же участке дороги произошло еще одно ДТП. Столкнулись иномарка и междугородний автобус. По предварительной версии, женщина, включив поворотник, пыталась объехать предыдущую аварию. И в этот момент слева в нее врезался автобус. И водители, и пассажиры остались целы и невредимы. Также на этой неделе в Наукограде в ходе оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по городу Обнинску была задержана женщина. По оперативной информации, 46-летней уроженки города Балабаново имелись при себе запрещенные вещества. В ходе обыска у нее был обнаружен сверток синего цвета из полимерного материала с неизвестным веществом, который находился в женской сумке. Как пояснила задержанная, данное вещество она приобрела в виде закладки на улице Горького. Порошкообразное вещество было изъято и отправлено на экспертизу, в результате которой установлено, что оно является наркотическим, а именно героином. Весом почти 4 грамма. В настоящий момент по данному факту продолжается расследование. Дарья Человекова, Николай Подлипалин, телекомпания Обнинск-ТВ. В Обнинском музее накануне открылась выставка итальянского афортиста 18 века Джамбатиста Пиранези. Влюбившийся в Рим и его архитектуру еще в начале своего творческого пути, мастер навсегда остался верен красоте вечного города. Екатерина Замахина продолжит. Мы с вами помним замечательные выставки, которые проходили у нас. И английская гравюра, и русский акварельный портрет, и страсти по бисеру. Замечательные, которые рекордное количество посетителей привлекли в музей. И вот сегодня у нас шедевры Пиранези. Все перечисленные коллекции Обнинскому музею предоставил музей-усадьба Останкино. На церемонии открытия выставку Пиранези представила заместитель директора музея-усадьбы Варвара Ракина. Столкновение величия мощи духа и мощи времени и вызывало, собственно, к жизни те драматические эффекты, которые мы очень часто видим на его гравюрах. Влюбленный в Рим – так, в двух словах, можно охарактеризовать работу офортиста Джамбатиста Пиранези. Этот город и его архитектура захватили сердце художника еще в начале творческой карьеры, когда 20-летним юношей он приехал в Рим в должности рисовальщика при Венецианском посольстве. Храмы, палаццо, триумфальные арки и мосты стали основной темой его работ до самой смерти мастера. Каждая из них пропитана любовью и восхищением перед величием и многогранной красотой вечного города. При этом технику, при помощи которой создаются шедевры в жанре офорта, не назовешь простой. Это техника, которая основывается на травлении металла, которая происходит с так называемой царской водки, смеси азотной и соляной кислот неразбавленных. Для этого доска медная, подготовленная вот такого вот размера, представляете себе, как с ней работать, если она к тому же толщиной сантиметров 8, то есть миллиметров 8. Ее надо хорошо подготовить, она покрывается офортным лаком и потом по ней специальными офортными иглами, которые заточены кончик так или иначе, художник имеет набор этих игл, и дальше он создает по этому лаку изображение. А дальше наступает момент многократных травлений. При всей трудоемкости жанра офорта Пиранези оставил после себя внушительное количество работ – более 2,5 тысяч. В собрании Московского музея-усадьба Останкина находится около 200 листов автора. Из них 50 представлены на выставке, открывшейся в Музее истории города Обнинска. Мастер офорта прожил всего 58 лет и умер, склонившись над очередной своей работой. Из пятерых детей двое пошли по его стопам – сын Франческо и дочь Лаура. Их офорты также представлены на выставке. Любивший Рим и так тонко чувствовавший красоту его улиц и зданий, Джан Батиста Пиранези называл себя не художником, а архитектором. И хоть сам он не построил ни одного здания, его работы повлияли не только на развитие жанра афорта, но и внесли вклад в формирование неоклассического стиля в европейской архитектуре. Екатерина Замахина, Алексей Резвых, Обнинск ТВ. Приближаются праздничные выходные. Многие горожане в эти дни отправятся отдыхать на природу. Оперативный штаб по контролю за лесопожарной обстановкой на территории Калужской области напоминает, что правила пожарной безопасности в лесу запрещают бросать горящие спички и окурки, употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся материалов, оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином материалы, тряпки, бумагу и тому подобное, заправлять горючим топливные баки работающих двигателей автомашин, оставлять бутылки или осколки стекла, разводить костры в местах сухой травой, выжигать траву под деревьями на полянах. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан предусмотрен административный штраф до 3000 рублей. За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем установлена уголовная ответственность. При обнаружении лесного пожара предупредите людей, находящихся поблизости, о необходимости выхода из опасной зоны. Примите меры к его тушению, а при невозможности это сделать, сообщите о нем работникам лесного хозяйства, сотрудникам пожарной охраны, полиции, МЧС. Единый номер экстренных служб – 112. Сегодня состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная Дню Победы. Перед началом соревнований участники возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» и почтили память павших минуты молчания. Как обычно, на старт вышли команды убдинских школ, средних, высших учебных заведений и предприятий «Наукограда». С первого этапа легкоатлеты боролись за пальму первенства. Конкуренция была жесткой, и в результате на финише первыми были спортсмены 11-й школы. Как ни старались, многолетние победители эстафеты, коллектив и АТ, на этот раз сильнее оказались школьники. Они же получили кубок и чемпионское звание среди общеобразовательных учреждений города. Второе место у физико-технической школы. Третье завоевала команда школы номер 3. У студентов первенство осталось за ИАТ. На второй ступени пьедестала почета, колледж технологий и услуг. И бронза за политехникумом. В категории предприятий «Победу» праздновали военнослужащие войсковой части 33-82, серебро у моряков учебного центра ВМФ. И на третьем сотрудники спецуправления номер 84 противопожарной службы МЧС. И это все, о чем мы, наши коллеги, хотели вам рассказать сегодня. Напоминаем, программа новостей выходит на телеканале Обнинск ТВ пять раз в неделю по будням в 19.00. Вы также можете посмотреть выпуск новостей на интернет-сайте телекомпании и на наших страницах в социальных сетях. Мы желаем вам всего самого наилучшего и прощаемся. До завтра. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова